Всем привет! Этот яркий красочный пейзаж выполнен по мотивам работы австралийского художника Грэма Геркена. Он пишет удивительно яркие пейзажи. Конечно же, он писал свою работу не акварелью, а я сегодня попробую передать живость и яркость его палитры с помощью акварельных красок. На написание этого пейзажа у меня ушло около часа реального времени. Сначала вы посмотрите видео под живые комментарии и объяснения процесса работы. А в конце этого видео вы можете найти ускоренный процесс рисования. Хочу обратить ваше внимание, что темные пятна на видео будут выглядеть довольно тусклыми и плотными. Но вот снимая сблизи, вы можете увидеть яркость цвета. При этом она у меня осталась такой полупрозрачной. Имейте это в виду, что даже в темные пятна я ложил довольно яркую краску. Привет, друзья! Вы в художественной студии ВикиАрт. Сегодня мы с вами будем писать акварелью. У меня такой маленький набор цветов, зато мы в них не запутаемся. Будем писать вот такой пейзаж по мотивам работы Грэма Геркена. Здесь он выполнен маслом, кажется, или акрилом. Но мы возьмем отсюда только мотив и будем писать акварелью. Сложности могут быть в том, что фон здесь выполнен фиолетовым цветом. Он граничит с желтым цветом среднего плана. А фиолетовые и желтые, как мы знаем, противоположные оттенки. Поэтому смешивать их будет немножко сложно. К тому же есть зеленый с красным, который находится рядом. Сейчас попробуем с вами положить эти два противоположных цвета в чистом виде, которые будут находиться рядышком в акварели и при этом избавиться от грязи. Итак, первое, что мы делаем, это мочим весь лист. Потому что дальний план, по моему мнению, всегда должен делаться по мокрым. И дальним планом мы устанавливаем основные цветовые и тональные соотношения. Располагаем контрасты и намечаем рисунок. Работаем без подготовительного рисунка. Сразу будем расставлять пятна краски. Итак, фиолетовый где-то здесь будет находиться линия горизонта. И где-то там будут деревья. Далее, желтый, яркий, будет здесь в своей массе. Яркий, теплый, желтый. И также здесь. На границе с зеленым я добавляю холодный, желтый. Потому что он ближе к нему по цветовому кругу будет давать более яркий эффект перехода. Там, где будет красный, я могу тоже изначально закрыть желтым цветом. Потому что красный родственный. И там есть оранжеватые оттенки, которые будут возникать как раз переходом желтого на красный. Серединку очень важно не закрасить. И небо у нас светится немножечко голубоватым. Слегка-слегка. Сверху она к нам ближе. Снизу дальше. Поэтому сверху должно быть ярче. Но сверху у нас будут красные ветки, алые ветки. А голубой их противоположный тон. Поэтому я немножко вымакиваю. Теперь можно расставить более понятный рисунок листвы. Начиная с дальнего плана. Я не буду слишком прорисовывать детали дальнего плана. Иначе мы потеряем плановость. Но расставлю пятна. Детали смогу прописать уже после высыхания этого слоя. Смотрите, когда я на мокрую бумагу положила рядышком фиолетовый и желтый на расстоянии, они уже соединились. Но переход между ними остается чистым. Чтобы он точно никуда не делся, я могу добавить здесь немножечко холодный красный цвет, который является промежуточным. Смотрите, желтый, фиолетовый. Он идет или через теплую сторону, или через холодную. То есть я могу добавить или красный, или синий оттенок сюда. Ну, не синий, а скорее даже холодный, зеленый или голубой. И таким образом я избавлюсь от жесткого перехода грязи между противоположными цветами. Добавляю слегка этот розовый посерединке. Деревья рисую такими танцующими движениями кисти. Это сразу передаст форму характера. Характер формы, вернее, листва. Теперь где-то между желтыми деревьями еще сквозит небо. Поэтому я вытираю пятна почти до бела. И заполняю их слегка голубоватым оттенком. Это будут просветы. При высыхании они будут течь друг на друга и создавать плавный переход. Далее у нас есть отражение фиолетового плана, которое должно быть тускнее, чем сам предмет. Поэтому в фиолетовый я добавляю немножечко сепий. Это сделает фраску более тусклой. Следом у нас идут, пока здесь не высохли, я проставлю алым, красным деревья, какими-то случайными мазками кисти. По влажной бумаге они немножечко потекут, создадут плавный переход. И это будет дальний план дерева. Потом по сухому я буду рисовать ближний план. С этой стороны тоже есть красные деревья. И вот эти мелкие листики я уже буду рисовать по сухому, потому что мне нужно сохранить их четкий контур. Здесь деревья на ближнем плане становятся еще ярче, более оранжевыми. И тут будет ветка на переднем плане. Теперь вы видите, что красный цвет слегка растекается, но у него есть граница контура, дальше которой он пока не стремится течь. И я могу заполнить этот просвет уже зеленым цветом, насыщенным. Здесь максимально темный цвет. В акварели важно брать изначально темную краску, если вам требуется темный тон. Потому что темный цвет при наслоении дает такой очень плотный, гуашевый скорее эффект. И акварель не сильно любит плотность. Если вы ложите темную краску на мокрую основу, она практически никогда не будет у вас слишком плотной. То есть таким образом вы можете избежать этого. Смотрите, я ложу между красным зеленые точечки и мокрая краска. Красная и мокрая зеленая. Они будут как бы отстаивать свое место на листе и не дадут друг другу наползать на это пятно. Плюс у меня лист не слишком мокрый, он влажный, поэтому краска нормально лежит и не слишком куда-то течет. Я хочу заново намочить весь листик для того, чтобы были максимально плавные переходы. Желтый цвет опускается ниже, здесь и здесь. И он является переходным на свет ближнего плана кустов. Вот, на свет ближнего плана кустов. Свет должен быть ярким. Я домешиваю сюда изумрудную зеленую и обозначаю примерно, где будет переход цвета тени. Стараюсь передать форму кустика. И ближний план должен быть ярче даннего. Я беру здесь цвет немножко насыщеннее. Теперь нужно заполнить темноту тени куста. И, как я уже говорила, изначально очень важно взять очень темный насыщенный цвет, чтобы потом, может, даже не придется его затемнять. Чтобы он был изначально очень плотным. И внутри него могут мерцать рефлексы какой-то более-менее яркостью. Ставлю здесь такие точечки, которые будут растекаться и создавать ощущение листиков. Следующий план должен быть немножко ниже, так как он ближе. И темнее, так как он ближе. То есть в нем должно быть больше контраста. Здесь все максимально темно в глубине. И опять же ставлю... Давайте уже более яркие листики поставлю. Также в глубине тени можно сразу поставить рефлексы и светлые листики. Желтый цвет, конечно, в акварели он прозрачный, но лимонный на мокром пятне начнет раздвигать мокрую краску и добавит какой-то разности. Уже пятнышко будет поинтереснее. Так, далее это все переходит на отражение. Дальше вода. Вода у нас цвета ультрамарина. И в этом месте вы видите белую рябь. Чтобы ее создать, нам нужна более темная основа. Поэтому я здесь закладываю более темным для того, чтобы потом сделать светлым. Но изначально, если не будет темноты, то и свет у нас не получится. Фиолетовый цвет такой цепкий. Так, фон у нас уже начал подсыхать и осветляться. Но мы знаем, что мокрая краска темнее и после высыхания осветлеет. Поэтому передний план я ложу более темным, насыщенным. И здесь далее отражается желтый. Далее отражается теплый желтый. И так я заполнила весь фон. Теперь можно заняться проработкой на переднем плане. Нарисовать такие детальки. Я полностью не закрашиваю, но цвет нужно установить уже сейчас. Потому что красный по желтому ляжет нормально, а вот на зеленый нам необходимо поступить таким образом. Сначала очищаем место, а потом укладываем туда красный. Ближе эти штрихи будут шире и длиннее. И удаляя становиться меньше. Плюс самое темное, насыщенное красное будут на переднем плане, а на дальнем уже более мелкие и оранжевые. Пока достаточно, я еще по-сухому планирую. Теперь можно немножечко протереть и наметить себе вот эти линии касания берегов к воде. Можно попробовать протереть тряпкой. И можно начать детализировать дальний план. Мы можем прорисовать какие-то стволы, веточки. Очень важно первый этап работы делать быстро. Пока бумага мокрая. Линия касания дальнего берега должна быть темной. Причем это один и тот же берег, насколько я вижу. Это ближний его план, переходящий на дальний. Вот линия касания ближнего плана. Она более зеленая и яркая. Потом превращается в фиолетовый. Деревья на дальнем плане имеют фиолетовый цвет. Такое случается. Посмотрите, в жизни чаще окрашивается дальний план в синий или голубой. В этом случае фиолетовый. Значит, мне нужно вывести этот берег к тому. При этом не надо их вот так соединять, а должна быть линия, которая стремится немножко вверх. Эта линия должна стремиться на горизонт, в точку схода. Здесь я соединяю эти формы. Продолжаю берег. Немножечко его. Сделаю переход на него. И создаю массу каких-то дробных листьев зелено-фиолетового цвета. Вот уже работа почти подсохла. Можно заниматься деталями уже смело. Я вижу, что у меня маловато здесь желтого получилось. Желтого плана. И хочу его немножко добавить. Здесь я просто заполняю разными хаотичными движениями, которые будут визуально передавать форму листиков. и делаю переход на следующий план точечно. Смачиваю контур чистой водой, чтобы был плавный переход. Также с другой стороны мне необходимо добавить желтый, яркий, насыщенный цвет, чтобы приблизить средний план зрителю. Здесь мы видим, что есть отдельные листики желтого на ближнем стволе дерева. Я их так точечками и рисую. Опять смачиваю контур, создаю плавный переход. Ствол я здесь пока рисовать не буду, пускай фон высохнет. Перейду к следующему плану кустов. Значит, здесь мне нужно смешать цвет желтый с теплым-желтым-зеленым. Даже холодный. Желтый чуть-чуть домешаю сюда для плотности. И аккуратненько добавляю детали переднего плана. Один план с другим должен переходить по четкому контуру. Чем более четкий контур будет, тем больше вы оторвете один план. Ближний план от дальнего в нашем случае. Но этот четкий контур должен вписываться в форму куста очень плавно. Иначе это будет просто четкая линия, не принадлежащая ни одному из планов. А нам нужно создать переход внутри градации куста для того, чтобы отделить его от фона. То же самое с этой стороны. Желтые листики. Есть. В этом случае они будут желто-зеленые через изумрудную. Изумрудная дает более яркий цвет. И внутри куста смачиваю для того, чтобы создать плавный переход и показать, что эта жесткость и четкость принадлежит именно кусту. Можно по насыщению. Теперь более жесткой кисточкой я попробую протирать рябь на воде рябь ближнего плана. Движениями то в одну, то в другую сторону, порой даже не отрывая кисточку, я вытираю краску, которая там есть и смазываю ее. Убираю потом лишнюю окрашенную этой краской воду. То же самое на другом берегу. В акварели на самом деле есть очень много эффектов. Можно было использовать воск, можно цветные мелки, можно посыпать солью, ложить пленку, использовать спирт. Очень много всяких разных интересных штук предлагает акварель. Дуть в трубочку можно, царапать бумагу. И если вам это интересно, пишите в комментариях. Я постараюсь снять видео на эту тему. Вообще, кто любит рисовать акварелью, ставьте лайки. И темные полосы слегка вывожу на этот план. Но темные полосы должны быть не зеленые, как у меня сейчас получается, я эти зеленые вытру. И сейчас добавлю голубоватые или фиолетоватые в нашем случае. Смотрите, у меня полосы получаются очень с размытым контуром, такие плавные. А ряд на воде должна создаваться из четких, прерывистых линий, которые передают шероховатость. Давайте еще на переднем плане покажу листву. Видите, там, где я вытирала зеленый, перед тем, как уложить красный, довольно яркие цвета сохранились. Но поверх этого красного мазка я ложу оранжевый с четким контуром, для того, чтобы приблизить его в плане к нам. Чем четче, тем ближе. Чем ярче, тем ближе. Чем дальше, тем тускнее и более размыто. Соответственно, чем ближе, тем крупнее, больше формы становится. И контраст добавляется. То есть, тень на переднем плане темнее, на дальнем светлее. Свет на переднем плане светлее, а на дальнем темнее. Таким образом, контраст между светом и тенью на ближнем плане должен быть больше, чем контраст между светом и тенью на этом же предмете или на подобном предмете, но на дальнем плане. Или на подобных цветах, оттенках. Так, мы, в принципе, тут еще мокро. Давайте поставим еще пару мазков здесь. Я люблю акварелью работать быстро и ярко. В акварели тоже, как и в масле, есть много разных техник по мокрому и по сухому и многослойная живопись. Можно сидеть, вырабатывать детали, можно работать с эффектами. Я люблю этот набор сонет. Ой, он у меня уже такой весь выписанный. У меня уже есть новая пачка на 24 цвета. Ее возьму уже в следующее видео. Дело в том, что этот набор краски сонет питерского завода они изготовлены из синтетического, искусственного пигмента цветового, поэтому дают яркость необычайную. То есть, если вы не любите яркие работы, если вам нравятся земляные тона и реалистичность в акварели, то этот набор вам явно не подходит. Берите невскую палитру, белые ночи краски подороже с натуральным пигментом. Но если вы хотите научиться смешивать правильно цвета, если вы хотите разобраться в тепло-холодности и понимать цвет и правильно сочетать их друг с другом, то я своим студентам конечно рекомендую стволы на дальнем плане будут фиолетовыми и чем ближе, тем они будут приобретать более натуральный оттенок. То есть, следующий план я буду смешивать фиолетовый с коричневым, он уже будет теплее на порядок. Ближний план, хотя здесь совсем не так, здесь декоративная работа, и ближний план вы видите, что самый темный, средний, средний по тону и дальний, самый светлый. Это то, о чем я говорила, тональная перспектива, когда подобные предметы удаляясь, становятся менее контрастными. Контрасты на ближнем плане сохраняются более яркими. Теплота и яркость должны сохраняться, а ближний план все равно теплее, чем дальний. Дальний фиолетовый, хотя на ближнем есть холодная рефлексия от воды, буквально голубого оттенка. Сейчас будем делать. Так, смешиваю теперь фиолетовый. Я палитрой, вы видели, не пользовалась в начале работы совершенно. По мокрому очень запросто можно ложить чистые оттенки прямо из коробочки. И даже если они будут перенасыщенные или темные, вы всегда можете добавить воды немножко дрожащей рукой, но не волнистой линией, скорее прерывистой и состоящей из каких-то прямых форм. Я рисую форму веток. Здесь и здесь оно будет продолжаться у меня. Вот эти просветы между листиками они очень важны для перспективного восприятия. Тут, здесь, с этой стороны немножко дерево наклонено и вот это будут как раз от него ветки. Как дерево растет, так его и буду рисовать. Я рисую такой широкой кисточкой, такие тонкие линии. Но на самом деле кисточка может быть и одна, но она должна быть хорошая, с острым кончиком, чтобы ей можно было работать и в плоскости, рисовать пятно и также работать аккуратно с деталями. Если вы экономите на материалах, купите лучше одну хорошую кисть, чем целый набор разного размера, но непонятного качества. Так, что-то надо ломать. уже сейчас начнет прорисовываться перспектива, в смысле глубина пространства. Так, можно сразу же таким же цветом прорисовать отражение зеркальной формы, но здесь можно не рисовать такое количество деталей и намекнуть только на основные веточки. Я вдоль ряби просто рассеиваю эти веточки, чтобы подчеркнуть четкость формы, потому что ряб, она, это можно считать объемной формой, находящейся на поверхности воды, а от каждой объемной формы будет легкая хотя бы падающая тень. Очень сильно хотела нарисовать эту красоту посередине. По-моему, фиолетовый цвет уже так впитался. Скорее, темные полосы возникают по контуру, чем светлые внутри. Но ничего, хотя бы темной полосой слегка обозначили. При большом желании в конце можно взять гуашку белой, только белый цвет. Если вы хотите подрисовывать гуашью очень много, белый цвет можно смешивать с акварельными цветами, которыми рисовали всю картинку. Но нельзя лезть кисточкой в белой гуаши вымазанной и вымазывать акварельную краску, потому что у них разный связующий пигмент, и акварельные краски могут от этого задубить, то есть затвердеть и будут плохо браться потом. Так, на переднем плане я еще здесь добавлю немножечко. Стволы здесь у меня будут цвета сепии, и потом я их буду протирать голубыми. Так, ствол начинается из-за куста и прячется за вот эти формы листьев. Пока я оставляю жесткий контур, но сейчас все буду размывать. Уже темный, коричневый, насыщенный цвет это чистое сепие. Цвет нарисовала, теперь внутри куста немножечко как будто куст светится. А теперь очень важно, пока не застыла краска, перпендикулярно ложим кисточку к пятну и смачиваем бумагу в переходе на красный цвет. Чтобы вот эти пятна остались с плавным контуром. Сюда выводим эту длинную красивую ветку. И чем ближе к стволу, тем она должна быть темнее. Вы видите, что ветку я рисую состоящую из каких-то прямых отрезков линий. Ветки не бывают волнистыми. Кое-где ветки могут теряться, потом продолжаться. Мы там нарисуем листики на ближнем плане. Если ветки растут дочернее от основной, то, как правило, они начинаются как раз на этих изгибах. Так, передний план есть. Здесь я сделаю понасыщеннее. И еще, пожалуй, пущу сюда веточку в следующий берег. Здесь дерево растет поверх куста, поэтому я продолжаю его в самый низ. но здесь в нем уже достаточно много рефлексов от воды, поэтому оно становится цвета более холодного и должно плавно рассеяться в тень от куста. Так, эта ветка должна идти в сторону красного где-то так. тем же цветом увожу дерево в тень падающую на куст. Создаю ему плавный переход. Здесь можно аж до самой ряби. И теперь нужно сделать отражение этих стволов. Отражение будет более фиолетовым. Беру интенсивность не такую яркую, как была на дереве. Здесь уже по мокрому могу немножечко влажной кисточкой рассеять этот фум. В серединке в отражении должно быть более насыщено. по мокрому горизонтальному обязательно горизонтальными штрихами соединяю между собой. Есть намеки на отражение деревьев. Теперь нам следует подождать пока отражение высохнет, чтобы закончить уже наконец с рябью. А пока можно заняться веточками ближнего плана вдоль кустов. Над водой растет куст и поэтому в нем будет много рефлексов от воды. Часть веток должна быть темной, а частично ветки мы можем протереть более светлыми рефлексами. Они и так будут холодными. цвета куста или с коричневым тоном. У нас это вполне устраивает. Теперь самое время заняться передним планом, то есть прорисовать листики на деревьях переднего плана. значит это может быть яркий оранжевый который уже будет уложен по-сухому. Можно использовать эту кисточку, хотя вот это место можно даже взять кисть для масла. Это кисточки щетина познала жизнь и довольно жесткая. Я ее макаю в акварельную краску и я ее тереть не собираюсь ни в коем случае. Я ее только дотрагиваюсь. Она создает рыхлые контуры листиков. Это будут мелкие листья, которые случайным образом появляются. Я не могу контролировать каждую точечку, которая оставит эта кисть. Но в этом своя прелесть. Листья получаются очень естественными. Просто какая-то дробная красная форма. Не нужно вырисовывать каждый листик. Здесь есть и большое темное пятно краской насыщенное и по контуру появляются более мелкие напоминают отдельные листики. ряд в этом случае сейчас ветки, которые вам не нравятся как получились, мы их можем закрыть листьями. Поэтому все, что плохо, везде рисуем детали. Конечно, акварель это не кроющая краска. И как гуашью мы сильно закрыть и перекрыть не можем. Но в любом случае добавляя детали на ближнем плане, которые дробностью и яркостью будут привлекать зрителя и отвлекать от мест, которые нравятся. Так, то же самое могу проделать с желтым. Добавить немножечко здесь дробности и на кусте. Здесь куст немножко потерял свою форму. Я хочу немножечко ее обозначить. Добавляем листиков. Теперь зеленое дерево тоже должно конечно же обогатиться. Делаю более рыхлым. Зеленый есть смысл добавить на желтом фоне. Такой четкий. На красный сильно лезть не советую, потому что так как акварель прозрачная, то даже сквозь насыщенный цвет будет светиться красный, в итоге получится грязь. Так, теперь я вижу, что здесь тень довольно темная насыщенная, нам не хватает такого же отражения. Это уже акварельная кисточка. отражение должно быть тускнее фона, я беру цвет зеленый у меня тут был с фиолетовым. Добавляю или больше фиолетового или немножечко коричневого. Я решила добавить больше фиолетового. Так, вот у меня будет темнота здесь и темнота здесь. Теперь эту темноту конечно же размываю по контуру, потому что это все происходит внутри воды, не может быть никаких жестких контрастов. Так, я еще хочу добавить желтых листиков опавших. То есть самый ближний план, самый яркий красный, средний, оранжевый и дальний желтый. Вот тут попадается. Увидите какую глубину приобретает картинка благодаря тону и цвету меняющемуся от ближнего к дальнему плану. Так, а теперь такую фишечку делаем. Хочу передать вот эту рябь. Беру фиолетовый, но не такой яркий, а слегка коричневым. Вытираю кисточку и рисую по сухой бумаге, сухой кисточкой. У меня появляется темнота внутри, а по контуру как будто то есть это фактура бумаги окрашивается, можно даже цветоотражение позеленею. Теперь у меня вода кажется слишком насыщенной и мало этих белых полосочек, которые сверху солнышком стелятся. Поэтому частично где-то у ближнего края хочу их заново протереть. И особенно важно создать максимальный контраст там где темно и делать светло. Ну в общем то что нам осталось это добавить голубой оттенок вовнутрь дерево для этого я освобождаю для него место внутри убираю коричневую краску сразу я это сделать не могла потому что краски бы смешались у меня получился бы один тон разного цвета а мне голубой нужен чистый светлее чем основной тон дерево друзья у меня отключилась камера поэтому я не смогла дописать весь процесс но в принципе акварелью я больше не работала единственное я взяла белую гуашь и вот видите здесь на этом месте яркий белый цвет рябь воды о которой я говорила что хочу сделать очень четко и контрастно акварелью к сожалению это не получилось сделать поэтому пришлось брать вход гуашь плюс я добавила более насыщенный голубой цвет в рефлексах дерева это я брала тоже белую гуашь смешивала ее с акварельной краской которую использовала до этого и получала разные оттенки да и в принципе все то есть это те места которые я проработала светом потому что я люблю очень контрастные работы они всегда цепляют глаз и выигрывают может кто-то любит более спокойные тона итак основные моменты которые мы должны были вынести из видео в трех местах сочетания противоположных цветов я использовала три разных приема на дальнем плане там где фиолетовый переходит в желтый контрастная пара между ними я добавляла розовый и протирала тряпкой лишнюю влагу чтобы краска не наползала друг на друга в левом верхнем углу там где зеленое дерево наползает на красное я оставляла для зеленого дерева место и работала по не мокрой но совсем немного влажной бумаге так чтобы краска сильно не расползалась сначала работала красной краской после того как она уже немножко подсохла в промежутке между красным цветом смогла уложить зеленый и третий прием на переднем плане там где было зеленое отражение кустов и нужно было положить красные плавающие листья я сначала освобождала место для красного то есть по еще немного влажной зеленой краске я протирала сухой кисточкой то есть убирала лишнюю краску и потом в это пятно укладывала красный по-моему эти места получились довольно яркими также вы помните что темные цвета нужно накладывать на мокрую бумагу так вы не заглушите цвет не сделайте его слишком плотным с гуашевым эффектом потому что акварель любит прозрачность даже там где очень темно по поводу отражения в воде и плановости то натуральный предмет имеет всегда более четкие очертания жесткий контур и яркий цвет чем его отражение то же самое и касается и переднего плана предметы вблизи должны быть более четкие более яркие более контрастные и соответственно более крупные и соответственно более крупные чем на дальнем плане дальний план в свою очередь должен быть более тусклым размытым менее контрастным и маленьким всю работу я писала легкой акварельной мягкой кисточкой и передний план листьев там где вы видите максимальную дробность я писала жесткой кистью из щетины для масла в конце мне пришлось работать гуашевыми белилами при этом я расставила гуашью белые блики на воде вдоль веток деревьев немного вдоль листьев куста и на дальнем плане желтых листьев также я смешала белила гуашевая с акварельной голубой краской чтобы написать рефлексы у деревьев и еще смешивала с желтой чтобы немножко перекрыть дробными желтыми листьями большое красное пятно сверху по центру гуашь использовать совсем не обязательно я просто люблю контрасты и мне показалось эта работа недостаточно светлой если вы захотите писать такую же я все-таки рекомендую вам не наносить фиолетовую подложку под самый яркий блик потому что ну конкретно в моей палитре фиолетовый на самом деле очень активный и слишком быстро впитывается в бумагу хотя если у вас будет другой набор акварели с другими свойствами фиолетовой краски и более устойчивая бумага к протираниям то у вас все должно получиться если вам интересна акварельная живопись ставьте лайки пишите в комментариях какими материалами вы любите работать что хотели бы изучить какие темы вам интересны я посмотрю на вашу реакцию и возможно буду снимать больше уроков по акварельной живописи кстати если вы пришлете мне фотографии своих работ мне поверьте очень приятно получать от вас отзывы и видеть результаты ищите меня в соц сетях там вы можете увидеть больше моих работ и работ моих студентов посмотреть на процесс обучения моих учеников на то как работает моя студия каких результатов мы там достигаем я хочу акцентировать ваше внимание что я не собираюсь делать платное видео поэтому если вы хотите выразить свою благодарность то вы можете перечислить мне на счет у меня будет больше желания снимать хороший контент ну а если у вас нет денег но вы очень хотите сделать мне приятно то пожалуйста поделитесь этим видео в соц сетях в группах про художников или расскажите о нем друзьям ну а сейчас пока успехов рисуйте хорошо 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 сейчас говорю хорошо